Продолжение следует... Но еще никто не обратил внимания, когда я рассказывал в прошлом ролике, какие у нас утечки тепла идут из конструкции здания на разогрев вот этого облицовочного кирпича. Если мы возьмем, посчитаем, то у нас уже фактически если 2,9, то вернее расчетное 2,9, то фактически получается 1,15. И советую вам посмотреть этот ролик. Будет на него ссылка в описании под видео, в закрепленном комментарии и также вот здесь будет подсказка. Продолжение следует... Этот ролик выпущен при финансовой поддержке наших подписчиков и телезрителей канала. И этот ролик будет уже про недостатки трехслойной стены. Какие подводные камни она таит. В конце ролика я вам дам дельный совет, как заехать в дом с наименьшими затратами на девочные материалы, именно фасады здания. Я создал телеграм-канал. Этот телеграм-канал, можно сказать, клуб по интересам. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео, в закрепленном комментарии будет. И обязательно поставьте колокольчик уведомления, можете просто звук отключить на уведомления. Я там делаю иногда посты, вы сделаете там комментарии, общайтесь между собой. Вы найдете истину и правду во всем. И также очень много полезных советов даю. Как сделать вытяжки там на кухню правильно, вентиляцию, про окна, про стелку. И также подписывайтесь на наш резервный канал Яндекс.Зен. Ссылка также в описании под видео, в закрепленном комментарии, потому что YouTube, скорее всего, скоро накроется. Надо привыкать к чему-то другому. Господа, я провел опрос среди друзей, среди знакомых на нашем канале. Там опросник я вывешивал. Кто видел, наверное, тоже кликал. Примерно где-то 50 человек прошли опрос. Какая конструкция стены больше всех нравится? Двухслойная или трехслойная, то есть с облицовочным кирпичом. Ну, примерно 70% отнеслись к двуслойной стене скептически. Почему они отнеслись к ней скептически? Это пожаробезопасность, намного хуже. Второе – антивандальность. Третье – долговечность. Ну, вот примерно три критерия, на которые люди ссылались. Ну, теперь давайте разберем про пожаробезопасность. Как хороша у нас эта стена по пожарной безопасности. Если у вас здесь заложен пенопласт или экструзированный пенополистирол, вроде бы у нас отсюда защита идет, здание или нашего утеплителя от языков пламени. Но мы берем сейчас современные дома, которые не подразумевают, чтобы возле них там старый развалившийся сарай был, в котором была гнилая электропроводка. Мы берем современные дома. Если у нас современный дом, то у нас все сделано уже из камня, из металла. И у нас таких проблем, наверное, с пожаром не будет, чтобы у нас какой-то сараюшка загорелась. И у нас основная причина пожаров, у меня, друзья, в МЧС, я у них также взял статистику, происходит или внутри помещения, или через крышу. Если у нас внутри помещения что-то загорится, а у нас здесь окна, то ваш весь пенопласт, он начинает выгорать изнутри. Но это первая проблема. Второе, где у нас начинают загораться наши дома, основная масса, у нас крыша. Представьте, у нас вот крыша. Вот этот узел, он самый интересный в этом плане. Если у нас загорелся соседний дом, то языки пламени поднимаются вверх, у нас загорается кровля, и вот здесь у нас экструзивный пенопласт, пенопласт, он начинает течь вниз. Все, наверное, жгли пакеты полиэтиленовые. Если мы его начинаем поджигать, то он не горит. Но когда мы бросаем его в костер, то языки вот эти капельки капают вниз, языки пламени еще больше этот костер разжигают. Так что сказали ребята из МЧС, вот этот весь пенопласт, он сюда отекает. Когда они приезжают, фактически они начинают эту стену ломать кувалдами, чтобы затушить. На это уходит какое-то время, потому что отсюда кто-то пока разбирает крышу, пока вот здесь это все разбирают. Здесь температура поднимается, точно я данные вам сказать не могу, но температура поднимается очень высокая, и это какое-то еще время продолжительность, она там горит, пока долезут наши МЧСники. От этой стены однозначно ничего не останется, и даже если у вас будет монолитный бетон, железобетон, скорее всего он превратится в труху, и это здание полностью под демонтаж. Миф, который вы верите, что у нас это противопожарная защита, он как-то само по себе, сам по себе после вот того, что я вам рассказал, он разрушается. Ну, если хотите антивандальный фасад, мы сейчас о нем поговорим, но как противопожарный он не работает. Если сюда, конечно, заложить хороший качественный утеплитель, типа пир-плиты, который у нас не плавится, а обугливается, тогда, возможно, проблем не будет, если у нас разгорание будет в районе крыши. Но разгорание в районе окон все равно ремонтировать вот этот фасад вам придется, потому что... Так что вот с пожарами ситуация, она вот такая. Ну, давайте вот посмотрим даже, к примеру, как сгорает пир-утеплитель. Многие этот материал не знают. И как сгорает у нас экструзивный пенополистирол. Это мы жгли для нашего заказчика на одном объекте. Провели тест на горение экструзированного пенополистирола. Он за минуту прогорел. Здесь мы держали 15 минут газовую горелку. Вот у нас газовая горелка. Прогорел пир на 3,5 сантиметра. Вот такой результат. Дыма нету. А этот, как зажгли, дымище, невозможные запахи. И он весь потек. Мы его даже тушили. Это экструзивный пенополистирол компания Техноликоль. Это у нас пир-плита компании ПРОФКОЛОД. Еще раз покажу. Прогорела на 3,5 сантиметра. 15 минут. Температура 370-400 градусов. Итак, господа, мы подходим ко второму кульминационному моменту. Насколько же долговечна вот эта конструкция. И мы сейчас разберем этот момент, чтобы развеять очередной миф и чтобы вы подумали хорошенько. А нужно ли вам это? Обратим внимание, что конструкция нашей стены состоит из трех различных материалов. Здесь может быть монолитный железобетон, газоблок и все что угодно. Дальше идет у нас теплоизоляция и облицовочный кирпич. Так вот, господа, если вы зайдете на сайт производителей теплоизоляции, в зависимости от того, какую вы теплоизоляцию купите, срок службы от 20 до 45 лет. Дальше что вы будете делать? А дальше эту теплоизоляцию надо менять. Если вы дешевый ППС купите, это где-то через лет 30-35, это точно будет. Он просто осыпется. Если эту теплоизоляцию менять, надо демонтировать всю стенку. Вот такой недостаток есть у трехслойных стен. Больше никак. То есть она не ремонтопригодна. А теперь давайте коснемся облицовки. Весь материал имеет в своих характеристиках циклы замерзания-отмерзания. Это характеризуется такими интересными цифрами и буквами F-15, F-25, F-35, F-50. Мы любим, если закупать дешевый пенопласт закладок, потому что это дешево, сердито. Также мы любим покупать более дешевый облицовочный кирпич. И мы не смотрим на эти характеристики. А что гласят эти характеристики? Сколько циклов замерзания и полностью, ну то есть замерзания и полностью отталивания проходит тот или иной материал. В основном любят почему-то покупать F-25 или F-35. Вот эти два показателя, они вообще не годятся для нашей полосы. Это для юга. Ну, остается F-35 и F-50. И вот представьте, если, опять же, производитель как трактует, может подразумевать, что у нас облицовочный кирпич однородная получает конструкция с нашей конструкции здания, и он замерзнуть-то полностью не может, потому что у нас тепло идет с обратной стороны на разогрев его. А когда он попадает сюда, вот в эту конструкцию, ему тепла взять неоткуда. И он за сутки может замерзнуть. Потом, если у нас отепель перейдет в плюс 1 градус, он также в течение суток оттаивает. И это за зиму может произойти несколько раз. А вот производитель нам что заявляет. Слабое звено у нас здесь еще и раствор. Раствор у нас набирает влагу. Там влага замерзает, идут расширения, и у нас постепенно вся вот эта кладка начинает держаться только на связях, в лучшем случае, и под своим весом. Еще, так как мы занимаемся строительством домов и также утеплением фасадов здания, по системе утепления фасадов iHouse Thermo Plus, используя случай, вот у нас QR-код, можете посмотреть, что это такое. И ссылка в описании под видео или в закрепленном комментарии. Также вот здесь подсказка в углу. Посмотрите, вот мы, все фасадчики, кто занимается фасадом, профессионалы, они при себе имеют или тепловизор, или пирометр. Потому что в летнее время мы измеряем температуру стены для того, чтобы можно работать или нельзя. Потому что иногда стена нагревается до 60-70 градусов. А если 60-70 градусов, там состав клеевой просто высыхает моментально, и он не работает. Так вот эта стена, особенно в летний период, может нагреться, особенно если она темная, до 70 даже градусов, и потом пойдет косорить дождь, она сразу охлаждается. Представляете, какие расширения там происходят? Колоссальные расширения. Начинается она трескаться даже не по швам, а по самому материалу. В осенний-летний период большие перепады температур, день-ночь. Она нагревается, остывает, начинает ломать, потому что расширение есть. И давайте вот на эту тему даже посмотрим короткий ролик. Момент, что проблем с фундаментом здесь нет точно. На это есть и заключение экспертизы, все нормально. Тогда из-за чего трещина? Трещина, собственно говоря, из-за того, что на большой длинной стене под воздействием от нагрева на солнце, там, на солнце нагрелось, вечером похолодало, сжалось. Кстати, в весенний период это чаще всего и происходит. Днем очень сильно нагревается, в ночь охлаждается до минусовых температур. За счет коэффициента расширения стена нагрелась и, собственно говоря, и рвется. Проблема еще в специалистах. Вы ищите специалистов, которые могут сделать дешевле. Но когда вы нанимаете хороших специалистов, а их очень мало, помимо того, что они исполняют работу, они знают, что они делают. И вы платите 50% от стоимости работ за их знания, чтобы у вас не были выброшены деньги на ветер. Что сейчас делают? Самоучки, те, кто не понимает, что надо делать, или придумывают от себя, берут вот это все, запенивают, запенивают. Представляете, что происходит с этой кладкой? Для чего здесь продухи во всех технологических картах сделаны? Вот здесь продух. Чтобы этот фасад остывал, здесь делаются продухи технологические. Через каждые 3 метра должен поступать воздух, и он должен выходить. В зимнее время он должен выводить в лаву. Иначе здесь вот лед будет скапливаться, замерзать это все. Я вам сейчас еще покажу очумелые ручки. Именно вот пример, когда вплотную к утеплителю сделали облицовку. Вот. В чем он превратился. И смотрите, что в нем. В нем вода. Какая-то само у меня утепление. Вот, получается, минвата эта стоит прям без зазоров, без всего. Это мышее дело. Вот. Все, не зазору. Прям примыкание получается к кирпичу и к блоку. И получается, я так понимаю, не знаю, подскажите, у кого есть какие-то... Может, у кого-то такое было. Как борется? Как что делать? Хрен тут что сделаешь, конечно. Отсюда холодно, здесь холодно. В пар превратился в водичку. Замерз. И получится вата вместе с кирпичом. Замерзла, намокла, примерзла в мороз. Вообще, я там снег наблюдал, снеговое... Короче, кто будет смотреть, не делайте так, во-первых. Гензазор обязательный. Вот, горе-строитель. Делали специалисты супер-класса. Вот, сам и не сам делал. Сказали, все будет хорошо. Короче, вот, пример, факт. Откуда берется там вода? Вкладочные швы. Они высокопаропроницаемые. И у нас влага постепенно попадает сюда. В любом случае. Делать надо именно вентиляционные швы. И чтобы у нас продукт был. Это вот еще одна проблема. Проблема еще может быть с вашим фундаментом. Потому что многие хотят сэкономить на фундаменте. Особенно, когда дома там легкие, из газоблока. Да что там фундамента нужен-то легкий, дом-то легкий. А на самом деле, для домов именно из газоблока нужен основательный фундамент. Потому что сам материал хрупкий, как скролупа. Если у вас фундамент чуть-чуть, вот как маркер, чуть-чуть он выгнется, то у вас все. Весь дом пойдет лопать. И в том числе ваши потраченные деньги на облицовочный фасад. Фундамент это залог вашего дома. То есть еще проблема от фундамента может быть. Еще одна проблема здесь существует. Так как у нас есть продухи, там нужно устанавливать сеточки. Сетки надо устанавливать, вы, наверное, проверить, не проверите. Они могут и отлететь. Для чего сетку устанавливают? Потому что если у нас есть продухи, туда попадают различные насекомые, муравьи. И вас, этот утеплитель, начинают весь жрать со временем. Как решить, конечно, эту проблему? Решить ее проблему очень просто, без всяких сеток, без всего. Это здесь сделать базовый слой с сеткой. Закрыть утеплитель. Срок службы от этого утеплитель сразу немножко вырастает. Потому что нет такого взаимодействия с кислородом. Хотя оно все равно есть, потому что тонкий слой базовый. Все равно пропускает его. Но утеплитель уже не жрут всякие мошки, муравьи, короеды. Короед очень хорошо поджирает пенопласт и пеноплекс комфорт. Защита дополнительная нужна всему этому. Помимо все, что уже было перечислено. Вот представляете, какая сложная эта конструкция. Ну а теперь мы говорим, что этот вечный фасад и антивандальный. Вот представляете, он простоит у вас там 20-25 лет, а оттуда начнут камни падать. Да к нему уже будет страшно лестницу прислонить. А у нас еще делают связи. Сделают вроде связь, вроде воткнули в стену, а она там не держится. Просто воткнули. И у нас этот фасад вот так ходит ходуном. А некоторые уже и связи не вставляют. И это все ноу-хау от наших, как нам сказал человек, горе-строителей. Опять что, связи не было, что ли? Вон у меня не торчат связи, что ли не видишь? Здесь шутки пообрубили. И если вам нужен не горючий фасад, антивандальный фасад, то это утеплитель PIR. Потому что я вам сейчас уже наглядно показал. Не горит, а антивандальность вы сейчас увидите. Во мне 120 килограмм. Я на лестнице прыгаю всего лишь на базовом слое сетки. Это 3 миллиметра, которым закрывает PIR утеплитель. Вот давайте посмотрим. Фасад из PIR утеплителя, он сам по себе уже антивандальный. Вот даже лестницу мы не боимся к нему прислонять. Может человек залезть. Я вот могу сейчас залезть, сам попрыгать. У меня где-то вес 120 килограмм. Вот я прыгаю. Извините, что трясется камера. Но, как мы видим, никаких вмятин нет. Кому-то нужно более высокие требования. Просто через 10 дней, как сделались, накрыли первый слой сеткой, можно пройти вторым. Это будет, конечно, дороже. Но тогда у вас вообще стена будет более антивандальная. Но это у кого такие вот требования. Дорогие друзья, выбор, разумеется, за вами. Какой вам тип стены выбирать? Трехслойку, двухслойку? Ну, давайте еще раз повторим. Ради расчетного одного и фактически, чтобы у вас получилось другое, стоит это делать? Ради того, чтобы потом как-то надо думать, как менять этот утеплитель? Демонтировать стену или не демонтировать? Стоит этого? Лучше, мне кажется, проще купить первый утеплитель. Берите просто стоимость не в кубах измеряйте, а в квадратных метрах. Потому что 100 миллиметров утеплителя, это один куб, там если покупать, то ППС надо два куба. Всегда измеряйте за один квадратный метр стоимость. И ради чего еще это делать? Чтобы под утеплитель, под вентоззор, под облицовку еще фундамент делать. Это же съедание вашей площади. Вот смотрите пример. Дом 10 на 10. Вот у нас пятно застройки, наш фундамент. Вот у нас 150 миллиметров наша стена. Вот я ее показываю, вот она стена. У нас фундамент заканчивается здесь, вот у нас утеплитель, он не лежит на фундаменте, он продолжается дальше. Вот он идет дальше, утеплитель наш. А здесь что получается? Вот это нагромождение всей конструкции, у нас площадь уменьшается. Еще уменьшается. И что у нас остается? И вот чтобы вам понять, вы возьмите, посчитайте все затраты, начиная с котлована, с фундамента до крыши. И поделите на ваши оставшиеся квадратные метры. У вас себестоимость будет выше, чем монолитный дом, который построен по технологии i-хаус термоплюс. Вот 100% выше. Потому что у вас съедение почты очень какое большое. Я никого не уговариваю, я вам просто рекомендую. Но и те, кто хочет побыстрее заехать, но у вас денег не хватает, откажитесь от этой затеи. Сделайте базовый слой с сеткой. Закройте. Дальше деньги потратьте на ремонт, въезжайте, живите. И когда деньги у вас появятся, хотите, зашпаклюйте, хотите, короед, хотите, клинкерную плитку покупайте. С фасадом дальше уже можно продолжать работать после того, как вы в доме будете жить. Итак, всем пока, до новых встреч. С вами был Олег Кузьмичев. Подписывайтесь, комментарии с вас, лайки. И заходите в наш телеграм-канал и на канал Яндекс.Зен. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok